После смерти Кирова в стране началось время, которое многие потом назовут временем большого террора. Эта потеря довершит перемены в характере Сталина, начатой самоубийством жены. Чувство одиночества, чувство враждебного окружения больше не покинет его до конца жизни. Лишь будет нарастать с каждым годом и в конце концов он останется совсем один. События в Смольном заставят и самого Сталина по-другому взглянуть на собственную безопасность. Ведь стрелял Николаев не на улице, а в самом сердце Смольного, в зоне кабинетов высшего ленинградского руководства. А вдруг подобное может случиться в Кремле? Или во время поездки машины Сталина на ближнюю? Ведь ездили-то, особо не скрываясь по одному и тому же маршруту. Для Власика вскоре наступят горячие дни, при этом никто с него не снимет заботы, связанные с детьми Сталина, оставшимися без матери. Особенно много хлопот доставлял Василий. А вот на собственную семью, на любимую когда-то жену, времени у начальника личной охраны Сталина почти не оставалось. Отставить! Свободен! Как ты прошел в Смольной? Я буду говорить только с товарищем Власиком. Это не вам решать, Борисов. Комиссар, по особым вопросам, Борисов, с вашего позволения. Выйди отсюда. Ты, выйди. Садись. Ну, что там случилось? Я даже не знаю, с чего начать. Как если вы говорите, товарищ Старенн должен знать правду. А эту правду не должны знать все. Борис, это не ваше дело, а чего говорить людям, а чего нет. Я вас слушаю. После того, как жену товарища Кирова парализовала, у Мироновича еще было много женщин. Мой муж знал о наших отношениях. Я не жалею ни о чем! Если бы не получилось вчера, то через месяц... Через месяц, через год, я все равно бы убил бы его. Я прошу, отпустите меня. Он что, идиот? Он этот, эпилепсик. Глазик, а кто еще посвященную эту гнусность? Вот список главных свидетелей и лист, присутствовавших на допросах. Всего 23 человека, товарищ Старин. Разрешите, товарищ Старин? Это документы, из дома, товарища Кирова. А где постановление об изменениях Уголовно-процессуального кодекса? Все документы подготовлены. Дату нужно изменить на... на вчерашнюю. Есть. Что еще? Не надо тут игры разводить. Говорите, товарищи, жоп. Переписка между товарищами Кировым, Куйбышевым и Орженикидзе. Они нелицеприятно отзывались о вас. Эй, хватит. Я сам разберусь. Привезите ко мне этого убийцу. Я хочу с ним поговорить. Но сначала... Как вы думаете, товарищи, комиссар Борисов причастен к этому заговору? КОНЕЦ 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Донбой! В машину! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Красный уголок там, товарищ лавров. Узнай мне всю правду, Басик. Всю правду. И, и этого, ну как его, это, ко мне. Николаев? Он уже здесь. Да какой Николаев? Это, этого комиссара, ну. И сказал, что он к заговору не причастен. И его тоже. Борисов. Да-да, Борисов. А нету его, товарищ Сталин. Что ты сказал? Комиссар Борисов погиб. Нечаянно. Ну, в общем, не довезли, товарищ Сталин. Комиссар Борисов при транспортировке со Шпалерной ударился головой. На смерть. Этот? Так точно. А вы кто? Воспитанность какая. А брошен на вопрос не отвечают. Хотя, я Леонид Николаев. Пока меня сюда везли, вот эти назвали меня недобитым белогвардейцем. Я даже в армии не был. Смешно. Товарищ Сталин, мы обязательно разберемся в этом вопросе. И виновные поднесут наказание. Я лично проконтролирую… Не провожайте. Я уверен, что вы быстро раскроете преступный заговор, погубивший товарища Кирова. Так точно, товарищ Сталин? Необходимо получить показания основных фигурантов. Аменева, Диновьева и прочих подонков. И этого запорожца. Его Ягода рекомендовал, товарищ Сталин. Заму Медведеву. И вот еще что. Еще раз допросите эту женщину. Она тоже явно участвовала в заговоре. Работайте, товарищ Ягов. Работайте. Слушаюсь, товарищ Сталин. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Закончил свою хитрую систему? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так точно, товарищ Сталин. Первый этап готов. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот и хорошо. Хорошо. Отправляйся к твоим деревням и племяшку свою привезёшь. А ты что думал? Ты один только знаешь, как Васька лобусы в школе бьёт, и как твоей жене с тобой живётся. Привезёшь племяшку, я сказал. Да. Товарищ Сталин, а как вы это узнали? Неделька у тебя есть. Так точно, товарищ Сталин? Запомни, Власик, я всё про вас про всех знаю. Всё. Запомни. Отсюда. Все. Вот. Вот. Ты откуда? Субтитры подогнал «Симон» 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 Я ж в Первую мировую войну на немецком фронту трёх геонких вымел. Я ж в Первую мировую войну на немецком фронту трёх геонких вымел. Да? Чего сколько, дед? Георгиевских крестов сколько? Так один у меня Георгий, дед. Один. Ну чё, а вы как тут? Я вот что тебе, Николай, скажу. Неправильно вы там живёте. Вот так и передай им. Неправильно. Кому я передам, дед? Мне передать-то некому. Я ж проверю. Я до баранка поя, с утродоначивая икру. Ой, 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 ой. Идём. А, пойдём. Кто спросит? Спасибо. Да. Вот так. Ну пойдём, пойдём, побежим, пойдём, побежим. Эй, шоферу. Врёт Горгий, врёт. Да ладно, будет, дед. Чего ты разбушевался? Меня, меня старого разведчика не обманешь. Он не шофер, он совгар. О, эй, давай. Побыстрее несём, побыстрее. Сюда. Берём кровать. Так, ставим к балкону. Скорее, товарищи, скорее. Убери, пожалуйста. За корзиной вот. Егоров, ты куда к балкону детскую кровать ставишь? А что? Да дует же, ну. А куда её? А давайте сюда, в спальню к родителям. Ну пока поставим. Лиля! Лиль, помоги! Девчата! Маша, Лиля! Идём, идём. Так, хватит мужиками командовать. Живой на кухню. Коля только что прилетел. Да, да, да. Сейчас его быстро привезут. Лиля, давай сюда. И давайте сразу на стол накрывать. Это тоже. Давай, давай. Иди сюда. Есть. Сейчас на стол накрывать будем. В общем, что творится, Коля, непонятно. Но то, что на нас кто-то проверку натравил, дело ясное. Ну ладно, я вернулся, так что разберёмся. У товарища Орженикидзе половину личного состава арестовали. И что, ты думаешь? Да ничего я Коле не думаю. Я вижу, что неспроста над нами тучи клыбятся. А ты левый, чтоб панику разводить. А куда мы едем? Нам направо там. Да ладно, Коляныч, тут недалеко. В одно место заехать надо. Чё, стырёл, что ли? Людка проснётся, надо тебе устроить одно место. Ладно, командир. Разберёмся. Да рядом это всё, Колян. Ты не дрель. Алис, ребятки мои, дорогие мои, родные, я не знаю, у меня злов нет. Да всё понятно, Кожа. А вообще Паукера благодари. Это он тебе квартиру выхлоп там. Предлагаю, по традиции, тост-то друзей. А тост друзей довольно прост. Разнолито. Чёртый тост. Тише. Давай, давай. Да отца-то долго не держи. Его на совещании ждут. Хорошо, не буду. Мне одно дело надо с ним обсудить. Заодно и увидимся. Ну, хорошо. Хоридорчики, да коридорчики. Сталин Кирова убил коридорчики. И что, перестань исполнять. Да ещё про такое. Да ладно, никого нет. Все заседают. Вот не зря говорят. Люди зазря песен не складат. Ну уж, не только про Кирова. Он и жену свою того. Но библиотека ж такое рассказала. Уй, отец, зверь. У них у кавказских так. Чуть что, Кирдык. Гулящий, что ли? Добрый день. Здравствуй, Каролина. Хозяюшка! А, хозяюшка! Вот она, моя хозяюшка. Холодный твой, секретаришка. Чем кормить будешь, а? Сегодня у нас свекольник и паровые беточки. Марш к столу. Слушаюсь. А, вот и маленькая Пешкова. Здрасте, дядя Иосиф. Как дедушка поживает? Марфа Максимовна? Хорошо. Сейчас пишет жизнь Клима Самгина. Ага. Только очень тяжело идет. Материал непростой. Светлана, а где Василий? У себя. Это сюда. Разговоры эти постоянно обидные. Я точно знаю. Не надо слушать тебя, как дураков. Здравия желаю пойти. Бойцы. Здравствуйте, дядя Иосиф. Привет, пап. Я смотрю, мир изучаете, да? Можно и так сказать. Пойдемте. Сейчас обедать будем. Садитесь. Я не буду, спасибо. Почему, Томик? А я в секс уйду. Вот за Васькой пришел, а ему некогда. Ага. Хозяин-барин. Вот сюда поставь. О. А, Сережа, вот молодец. Спасибо. Василий, у тебя в школе все в порядке, а? Да. Все хорошо. Спасибо. А то, Паукер мне сказал, что ты шастал возле моего кабинета. Почему не зашел, а? Да, живот болел. Пап, скажи, а мама правда от аппендицита умерла? Да. Да. Это все потому, что у нас в больницах оборудование плохое очень. В наших больницах очень хорошее оборудование, Синек. Просто вовремя не успели операцию сделать. Ладно, я с тему секцию поеду. Приятного аппетита. Ага. Пока, пупок. Вот дурак. Угу. Светланка, не обращай внимания. Вкусники. Очень вкусный свекочник. Угу. Мирун, я тебя сейчас на что-нибудь прошу? Нет. Ты мне друг или портянка? Я не хочу, чтоб Людка страдала. О, господи. Чего я страдать-то? Подумаешь, хороший артистский букет подарить? Один раз в жизни попросил. Сегодня же нельзя никому отлучаться. Это ж нарушение. Ты, Виколаевна, ты забыл, я тебя отпускаю. Мирун очень прошу. Ну, ладно, хорошо. Где букет? У меня в машине, у Ангелине Витковской. Ну, ты знаешь, сделай. Так, товарищи, Людочку. А ну, убрал машину отсюда. Быстро, давай, давай. Ну, больше, Коля. Все, все. Витка, ну, ты была неподражаема. Это тебе. Даже лучше, чем Орлова? Ну, что ты. Несравненно, впрочем, как всегда. Хорошо. Поздравляю. Ну, хорошо. А скажи-ка мне по секрету, кто занял сердце Миши Немировича после того, как Орлова ушла в кинематограф? А? А тебе что за дело? Ты что же, решил занять тепленькое местечко? М? Ты же у нас вроде по другой части. Ах ты, гадюка какая. Я тебе сейчас покажу, по какой я части. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Ну, прощенья просим. Тут цветы вам от Власика. Спасибо. Двери нужно закрывать, когда к актеркам в гримёрки входишь. Я буду знать. Ох, Володенька. Вот вечно от тебя сплошные неприятности, а? А я, между прочим, ставила на этого мужлана. И, между прочим, большие ставки ставила. Должно же мне когда-нибудь повезти, а? Не всю жизнь же мне с такими деклассированными типами, вроде тебя. Ти-ти-ти-ти-ти. Молчи. Молчи. Когда ты молчишь, ты похожа на человека, а не на куклу. Иди сюда. Пока некоторые недобитые сволочи, камнем и новью, я даже их поганые имена не хочу за этим столом произносить. Пока они пытались навредить, мы не дали врагам распаяться. И среди нас, Лаврентий, ты занимаешь самое достойное место. И товарищ Сталин об этом очень хорошо знает. Сиди, сиди. Вот что я хотел сказать, товарищ. Лаврентий, ты человек с моей малой родиной. А у нас, как говорят, а? Батону, Лаврентий. Малая родина тебя никогда не предаст. Малая родина всегда тебя выручит. Когда человеку становится трудно, он всегда возвращается к своей земле. Так точно, товарищ Сталин. Наши с вами земляки вас… Извините. Извините. А вот то, что ты старших перебиваешь, за это на нашей с тобой малой родине старики уши драли, а? Да? А мы тебе уши драть не станем. Мы за тебя, Лаврентий, выпьем. Да? Большого меня дела. За твой, Оля, за твой вклад. И я твою преданность. Поздравляю! Спасибо! Поздравляю! Поздравляю, Лаврентий Павлович! Поздравляю, Лаврентий Павлович! Да, вот так, вот так. Да, вот так, вот так. Передайте. Никто и никогда вместо покойного Кирова рядом с Амикой, Не займет. А я говорю, этот пролезет. Я его еще по Баку помню, когда он азербайджанский чекой командовал, все чужими руками делал. Змея. Хитрая змея. И очень умная змея. Его Нестор Лакоба двигал. И додвигал. Я сам слышал, Нестор жаловался, Берия под него копает. Еще вчера кто о нем слышал? А сегодня орден Ленина в ЦИК избрали, а? Вот и думай. Попьешь таблеточки эти, и все хорошо будет. Спасибо. Людочка, что-то в последнее время не вижу на прекрасном личике улыбки. Получилось что-нибудь? Скажешь, тоже прекрасное личико. С Колей все не очень хорошо. Я его не вижу совсем. Приезжает домой, падает спать, даже не взглянет. Я сижу целыми вечерами одна и жду его дома. Нервничает, раздражается. Работает по двадцать часов в сутки. Мне или не знать? Ну, что, осушим бокалы и снова нальем. С грехопадением вас, товарищ командир. Ну, какой ты у меня медведь. Ох ты, сканер. Да что ты? Коля. А? Скажи, а ты хотел бы увидеть меня на экране, а? Ух ты, а что? Тебя в кино пригласили сниматься? Пока нет. Но я надеюсь, что кое-кто мне сможет в этом помочь. А ты, хлеб. Так, как же отец? Так. Угу. Тихо, стихо. Тихо, стихо. Тихо. Тихо. Тихо, тихо. Ну, погоди. Ну ладно, ладно, ладно. Ладно, отпускаю. Но только ненадолго. А я завтра после испытания приду. А? Угу. Ну вот. Чё это? Возьми верный муж. Пригодится. Дома. На встрече с обманутой супругой. О, что ты? Бери, бери. Я знаю, что говорю. Вы, верные мужья, так смущаетесь, когда в первый раз изменяете. Так что бери, потом мне спасибо скажешь. Так, всё, всё. Коля, а скажи мне, чем я хуже Орловой, а? Какой Орловой? Посмотри. Не знаю никакой Орловой. Всё, всё. Всё, всё. Вот холера. Всё, пошёл. Всё, пошёл. Всё, пошёл. Всё, пошёл. Всё, пошёл. Оля. Ну зачем потратился? Красивый очень, но дорого ведь. Роза не по сезону, Коль. Готово. Всё затянул и не болтается. Я говорю, дорогие цветы. Ну, не дороже денег. Но родной жене не экономим. Да. Так точно, Торщишов. Да, готов с предложениями по организации. Есть. Извини, начальство обзывает. Ну, извини. Иди, свою новую буду защищать. Так что ты меня ругай. Так крепко ругай. Всё, пошёл. Божественные. Ангелине. Торщишов, кортеж всегда проходит по одним и тем же улицам. Всегда. И любой, кто хочет навредить, он должен просто некоторое время понаблюдать за кортежем. И всё. Ну и что? Надо составить списки всех жильцов, живущих в фасадных квартирах по ходу следования правительственных машин. И будем знать, кто кого в гости приглашает, кто и когда уехал, кто въехал, кто выехал. Ты с ума сошёл? Никак нет. Так мы сможем контролировать всех жильцов, которые могут видеть правительственные машины. Ну? И что, товарищ Ижов, не нравится мне, какие разговоры в последнее время по Кремлю ходят. Ну ты поподробней. Сотрудники мои не раз докладывали, что обслугу сплетни распускают. Ягода в курсе? Не могу знать, товарищ Ижов. Прорешите? Прошу прощения, товарищи. Товарищ Власик, звонила ваша жена из дома, просила срочно приехать. Прорешите идти? Свободны. Ну, товарищ Власик, поезжайте. А по поводу жильцов фасадных домов подумаем. Пошли идти. Свободны. Есть. Что, случилось? Лёд, ты что, Надюшка, что ли? А? Лёд! Что случилось-то? Ты знаете, меня с работы вызвала? А этого мало, Коля? Я давно хотела тебе сказать, ты очень изменился. Я все думала, работаешь много. Но, видно, дело не в работе. Музыка Музыка Вот как! Ну, ничего, мы с Надюшей проживем М-м-м. А я не навсегда ухожу. Просто мне с вами надо во всем разобраться. Я к тебе, на пару дней. Коль, из-за таких, как Витка, жён не бросают? Коль, из-за таких, как Витка, жён не бросают? Запутался, Эмирон. Всё, запутался. Здорово. 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 Когда шёл сюда, не думал, что у вас встречу. Посмотри, не привёл ли он засаду? Ага. Да, куда ж мы денемся? Как дела? Всё хорошо. Вот только покурить бы. Идите. Херце. Чего, Херце? Герцеговина Флор. У меня папа такие курит. Он их трубку выкручивает. Вот в эту. А чё, коньяка слабо было спионерить? Понимаешь, коньяк он заметил, а папирос дома много. Слышь, Васька, ты чё в последнее время смурной-то такой? Да, надоёлся. Школа, дисциплина. Что, змеюки всякие? Какие змеюки? Всякие. Мы построили огромные предприятия, гиганты. А управлять ими некому. Везде царит вольница, круговая порука, волюнтаризм. О безграмотности я вообще молчу. Лозунгами знаний не заменить. В данном контексте времени нужно старой гвардии отойти в сторону. Может быть, старая гвардия и не умеет управлять танками и прокатными станами. Но зато старая гвардия сумеет разжечь красный террор. И залить кровью всю страну, если кто-то попытается отобрать у неё власть. Старая гвардия может разжечь террор. Что ты говоришь? Как страстно, а? Ты забыл, сукин сын, с кем ты говоришь? Ты забыл, откуда я? Я, по-твоему, не из старой гвардии? Ты мне украшаешь саговаром. Качун ты сырком. Чумат. Но мы сейчас не будем об этом спорить. Нам нужны новые кадры. Управляют гигантами машиностроения, металлургии и энергетики. Должны новые образованные люди. Кадры решают всё. И запомните, товарищ, если раньше машины и станки решали всё, то теперь кадры решают всё. Я так решил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова